Всем приветик, дорогие друзья! Это опять я, Руби. И сегодня я покажу вам одну самую непопулярную хоррор-игру в мире. The Monster. Её, по-моему, никто не снимал, я только один какой-то летсплей видела. В общем, это игра моего детства, и я её очень люблю, хотя и боюсь, особенно когда я одна дома. Сейчас я протестирую вам первую версию, самую первую у разработчика. Поэтому она никогда не обновлялась. Вот тут, блин, тут всё такое белое, вообще ничего не разобрать, ничего не видно. Давайте-ка зайдём в опции и уберём вибрацию. Не нравится мне она. Так вот, сейчас я вам расскажу сюжет этой игры. Мы играем за искателя приключений, который случайно набрёл на этот лабиринт. Нам нужно поскорее найти выход оттуда, но осторожно, потому что мы здесь не одни. Здесь также бродит монстр, который чувствует нас, хочет найти, чтобы съесть нас. Хоть это и скачанные звуки, но всё равно как-то жутко. Вот тут написано, он охотится за тобой, значит, всё пока нормально. Нужно найти дверь. Я так боюсь хоррор игр. Хоть и... Мне интересно... О, нет, нет, нет! Это... Мы слышим шаги рёв, это значит, что он где-то рядом. Ой, дверь, смотрите! Фу, это вот так вот выглядит этот монстр. Правда, прикольно. На... На этих похож. Но мне нравится, а чё? Ой, тут... Почему-то такой же лабиринт. Я лучше перезапущу, чтобы показать вам другие. А! Нет! Я уже не успею! Ну вот, я, по крайней мере, вам показала другой лабиринт. Вот тут и даже написано рядом с тобой. Это значит, что мы уже не успеем убивать. По крайней мере, мне очень редко удавалось. Ну, блин, вы видели вообще, как он шёл? Это просто тупая наклейка какая-то. У него даже не было анимации. Ну ладно, это первая игра разработчика, так что мы не будем его за это ругать. Правда? Там было написано, монстр получил тебя. Ну, блин, снова тот же самый. Ну вот. Что-то даже можно вот тут вот. Тут написано дверь. Да, вот сюда. Монстр. Нет! И тут звук ливня. И вот такой вот ещё лабиринт. Да, я вам другие звуки хотела тут показать. Ну, в принципе, тут нет ничего особенного. И вот такой вот ещё есть. И вот такой вот. Бродим по холодному лабиринту. Тут, смотрите, тут перепутали эти поверхность. Ну, контур над дверью. Он должен быть в другом лабиринте. Да, тут они перепутаны. Блин, вы видите, у нас шаг такой широкий. Мы так быстро движемся. А, шаги как-то не часто. Давайте теперь покажу вам полноценную игру. Она называется The Monster Free. Монстр свободен. Потому что это самая первая версия. Я вам сравню первую и последнюю версию. Потому что они очень сильно отличаются. Вот она вот так вот выглядит. Именно эта версия была в моём детстве. Хотя, когда я решила поностальгировать, я почему-то не вспомнила, что... Там уже другая версия была. Я почему-то этого не поняла. Уж сильно, видимо, я забыла. Вот. Тут, конечно, уже управление лучше. Тут нужно уже не только найти дверь, но и ключ. И монстр тут уже по-другому выглядит. Он уже такой каменный и в шипах. Блин, как-то мне жутко. Ещё и так всё тихо. О, тут дверь. Но нам нужен ключ. Блин. Знаете, как меня бесит, когда я дверь нахожу раньше ключа? Я ведь потом её потеряю. Блин. Мне так страшно увидеть монстра из-за угла. Где-нибудь. Нет. Нет. Тут. Вот. Ну, я вам показала монстра. Я ей хотела проиграть как-нибудь. Вот. Теперь вы его увидели. Вы только посмотрите на этот садистский взгляд. Ну, рожа такая же абсолютно. Тут написано. Монстр съел тебя. Теперь ты вынужден быть в этом лабиринте вечно. Ты можешь использовать силу духов лабиринта, чтобы получить ещё один шанс. Вот тут оказывается всё как. Ну, кстати, лабиринты-то тут такие же. И звуки тоже. Ой. Как мне страшно. Ну, кстати, почему-то... О, ключ. Круто. Так вот. Тут почему-то, когда мы проигрываем, бежит девушка. Хотя, мне кажется, что по логике, как это обычно бывает, мы играем за парня. Они просто туху взяли из интернета. Звук. Блин, надеюсь, я не наткнусь на монстра. Потому что я же ещё хочу показать, как я выиграю. Хотя... Ой. Ну, блин. Ой, вот такой вот тоже. Он тоже из первой части. Тоже там был. Из первой версии, точнее. Блин. Хотя, знаете, я лучше не буду ничего тут выигрывать. Я думаю, там и так уже понятно. Вот. Теперь я скачала последнюю версию, чтобы вы убедились, как эта игра скатилась. Но я скачала не последнюю, а там предпредпредпоследнюю, наверное. Но с тех пор, как эту игру сильно изменили, она уже больше не менялась с последующими версиями. И теперь тут только звук ливня, звук дождя, и всё. Похоже, на улицу там идёт дождь. Ну, управление, конечно, стало лучше, но насчёт графики не уверена. Вы посмотрите на это. И, кстати, тут уже лабиринты всё ещё такие более-менее разнообразные. Хотя в самой последней версии там уже только один вид лабиринта, и всё. Ну, это, конечно, печально. Но ещё у меня последняя версия сильно тупит. Ну, тут, в принципе, более-менее. И ключ тут, кстати, уже светится. То есть его уже будет легче найти. Вот это, конечно, плюс. Правда, с каждой новой версией этого монстра всё больше коверкали. Он становился всё более шипастей и непонятней. Последняя версия вообще превратилась в какой-то многогранник. Неизвестно у него, где руки, где ноги, где чего. Жаль, я не смогу вам этого показать, потому что... Последняя версия у меня... А! Не скачивались! Вот он, вот он, вот он! Давайте проиграем. Что он делает? Вот, всё-таки мне удалось самую последнюю версию скачать с другого сайта. Ну, вот видите, и графика ухудшалась. И даже тупить начала. Там, кажется, дверь светится. Да. Вот она. Теперь вы знаете, как она выглядит. О, боже. Как сильно... Почему... Почему я не могу повернуться? Что это? А, ну, как это обычно бывает. Я перезапустила игру. Ужас. Ну, давай. Ну, блин, придётся так ходить. Ладно, я вам только... Только, наверное, тогда монстра покажу. Боже. Может, лучше вообще не двигаться? Так его подождём. Вот, вы видите. Ну, что это за фигня? Чё... Чё он делает? Это даже не рука. Чё тут... Блин, тут всё так запутано. Но рожа, конечно, осталась. Это, конечно, респект ему. Давайте теперь вторую часть оценим. Хотя тут особо и нечего показывать. Тут только монстр другой. И лабиринт всего одного типа. То есть, игра, конечно же, хуже получается. И она у меня с самого начала висла. Ой, стоп, это что? У меня такого не было. Это что, её обновили, что ли? Ну, лабиринт остался одним и тем же. Только заставка немного другая. Я в неё в детстве не могла поиграть. Потому что у меня тогда был только планшет. И там родители поставили ограничения по возрасту. Она была 12+. Кстати, игра уже не лагает. Это хорошо. Всё прекрасно. Неплохо. Ой, монстр видит меня. Вот. Видите? Он тут совсем другой. Хотя, знаете, ко всем трем играм прилагается одно и то же описание. Это вообще... Давайте попробуем ключ найти. Тут всё, в принципе, такое же, как и в предыдущей игре. А ключ я вам ещё не показала. Вот ключ. Кажется, монстр всё время видит меня. О, нет, монстр видит меня, монстр видит меня, монстр видит. Меня монстр видит. Нас ели, мы можем вернуться. Это, конечно, плохо. Это, конечно, плохо. Продолжение следует...